За святую Русь Так, ага Добрый вечер, друзья Мы начинаем Начинаем мы Сегодня особый день Сегодня тот самый день, ради которого Наверное, я когда-то и родился Когда подведем Выводы, итоги Вы это тоже, надеюсь, поймете Поймете всерьез Смотрите, нас мало Начало всегда, очень мало людей Может быть даже единицы Но первые люди, это те самые, которым больше всех надо Назовем это Не просто любопустим, а люди выше среднего образования Выше среднего интеллекта Сейчас убедитесь сами Итак Сегодня мы Закрываем Пока чисто условно Потому что нас никто не услышит Возможно, годы не услышат Возможно, десятилетия Но Сегодня мы хотя бы в своем кругу Полностью закрываем Чарджи Дарвина Дарвинизм И в целом Это было начало Научшего атеизма И в целом мы Хороним Научшего атеизма Эпиграф Жизнь далеко не так проста Как нам кажется Она гораздо проще Вот я действительно Умный мужик сказал Смотрите Ничего не удивляйтесь Дело в том, что таких примеров Десятки Нет, не тысячи Это сильно много тысячи А десятки, сотни Тысяч Только официальных Везде и всюду Звучит Которая стала догмой Которая стала истинной Последней инстанцией Сейчас поймете К чему мы идем Я буду Приведу вас цифрам Цифры, которые Обмануть невозможно Цифры Только цифры Могут быть доказательствами Но вот первая цифра Возьмем ее Вначале за истину Вот Пускай Итак Ученые обнаружили Три новых вида Древних млекопитающих Они появились Около 65 миллионов лет назад После того Как вымерли Динозавры Млекопитающие Стали быстро развиваться И вот это Это не только Вот именно то Что мы сейчас увидели Это очередной Примерно миллион первый Или может быть 5 миллионов 48 Автор Который Отталкивается От 65 миллионов И мы будем Отталкиваться И докажем Что все это Чепуха Это самое Нежное слово Которое просто Чепуха Вот Но На всякий случай Мы будем Отталкиваться От этого слова И у нас уже Никто не поймает Это цифра 65 миллионов лет назад Официальная Для всей Мировой науки Вы даже не знаете Чем мы кончим Это разговор Вот Так вот Якобы Катаклизм Подозревает Комету Ударом Землю Такой силы Что На несколько лет Исчезло солнце И наступила Полярная ночь Полярная подчеркиваю Естественно Все крупные животные В основном Это горящие Динозавры Вымерли Ладно Что могло остаться Правильно Вот тут Про размеры с кошку Уже нашли Так После этого Но до этого Самый Зверь Самый такой Который смог выжить Землеройка Правильно Ничего же Землеройка Почему Потому что Под землей Была И каким-то чудом Уцелела До этого Ей шанса Вылезти наружу Не было Только из норки Класса зубами Нету Только из норки Поэтому это их Нормальное состояние И так Вот она Вот Так как Самое странное Страшное Смешное Дурацкое Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Это вот так Должно было встречать В школах В институтах Тот, кто это придумал Он должен быть Ну не в сумасшедшем доме Но все должны Как-то говорить Ну Чек Он безобидный Там Он даже ученый Он там этот Палеонтолог Он там Этот В земле копался У мышки Это мышка Кстати Это раздавидность мышки Вот так вот Раз она млекопитающая Значит Она и выжила Но еще и млекопитающая Она теплокровная И вот кто-то Так как Других На тот момент 19 век Сами понимаете На тот момент Никто ничего лучше Не мог придумать Хотя это должно Вызывать Такой хохот Представляете Кто-то выступает Закладом А в этом В зале Страх Дикий смех И докладчик Убегает оттуда Опозоренный Вдогонку Летят эти Помидоры гнилые Вдогонку Чтобы признали За человеком Происхождение Божественное Почему Потому что Тогда Надо жить По-другому С оглядкой Не воровать Не убивать Не это самое Даже не злиться Вот что А так не хочется Пусть будет Вот это Вот Землеройка Весом 2 грамма Вот смотрите Видите Этот Как он называется Фаланга Вот этого пальца Она такая Вот Это есть она Итак Поехали Ребята Ну дальше Пойдут цифры Я не хочу Придашь Такое Трагическое Я хочу Высмеять И в то же время Чтобы вы поняли Что мои доказательства Абсолютные Просто В 19 веке Эти цифры Не знали А потом Вбито в голову Так что Ничего другого Кроме Божественного Не может прийти Видите как Третьего варианта Не было Сейчас я вам Выдам Так вот Здравствуй Дедушка Здравствуй Нет Он нам не дедушка Ну Это он Остался В таком виде Можно назвать Троюродным дедушкой Ну привет Парень Вот На всякий случай Я вам даю информацию Землеройка Маленький зверь Длинна тела Составляет 3,5 см Ну поняли Да Вот это И вес 2 грамма Почему нам вес Служит Очень важно И вот Мы Начинается Царство цифр А эту цифру я вам показывал Но Я долго Боёхом Это Переступить Чурту Что через 100 лет Тебя будут называть Не просто Твоя фамилия Рядом Чарльзом Дарвином А будут говорить Могильщикам Не Чарльза Дарвин Его без меня похоронили Могильщикам Самой идеи Вот это Возврат к божественности Смотрите Что я Это Знаете что это такое Сказать Это учебник Для 6 класса Российской школы Читаем Сейчас Я уже рассчитал Но Я думал как Ну хоть один врубится Я даже отдам Это как называется Открытие Я разделю с кем-то Это открытие Чтобы там через Железов-Иванов Железов Или там Петров Смотрите В организме человека Больше 100 триллионов клеток Помните как я говорил Несколько месяцев Недель назад Эта цифра 100 триллионов Её невозможно осознать Даже невозможно Её представить невозможно Вот 100 триллионов И она оказалась Пустым звуком Смотрите дальше Итак Это первое Второе Каждая клетка Многоклетчая Сервизм Свою специальность Вот это И смотрите Какой дурак Это всё в шестом классе Вы думаете Если люди Вся академия наук Я потом покажу Её всё с более Академия наук Да Но Ни один не осознал То что взяли Учить школьников Смотрите Взяли Сделали разрез Смотрите Поперечный разрез Клетки Видите Они узко Специальны Узко Функциональны Вот ещё раз Это важнейшая Тема Потому что Это не я Я бы противоречил Будет А там сказать Сейчас у нас шёл Вот за официальные цифры Я отталкиваюсь От специальных цифр Каждая клетка Многоклетчий организм Имеет свою специальность То есть Выполняет строго Определённые функции То есть Смотрите Вот эти клетки Поперечный разрез листа И у них своя специальность Они никогда Не станут расти В корнях Просто погибнут Только здесь Может она расти Вы помните ДНК Помните Как они узко Специализированы Теперь Следующий разрез Поперечный разрез Стебля Вот они Вот смотрите Они даже Нарисованы другими У них форма другая А теперь Внимание Продольный разрез Стебля Посмотрите Ничего Общего Внимание Я специально Я смакую Среди вас найдётся Нет Далеко не все Кто-то уже компьютер отключил Вот Потому что ему Не то что это неправда Просто ему не интересно Смотрите Продольный разрез Корней Внимание Видите что Похожи 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 А нет Значит Вот это Чисто Ускор Для чего нам это надо Сейчас будет Оказательство Всей глупости Которую Изобрели За сто сто Существом лет Сейчас будут Сейчас Сейчас Итак Божественные цифры Если бы они Я бы не высовывался Я вам говорил Это без цифр Потому что Это уже То что здесь написано Это уже достаточно Чтобы сделать А вот они цифры Чтобы Читаем Это будущее Это уже Расшифровка Будущей теории Этой самой Уже Железова Извините Как всегда Первый Значит Никто не признает Ну и ладно Вот Вы признаете Мне достаточно А дальше Будем ждать Когда это Наступит наше время И наши придут к власти Чтобы были изменения В организме Надо дожить До потокства Согласны? То есть Вот она Землеройка Она должна была Помните Кем встать Ну чуть-чуть Чуть-чуть Я перерывал Чуть-чуть Чуть-чуть Вот видите Если то Было Наш дед Помните? Та мышка Двухсантиметровая А это уже Наш отец Это не я Это все Это все Эту наука Доказала Смотрим дальше Итак Эта землеройка Должна дожить До потокства Так Потом Она становится Круглее Он показал Уже нашего отца Или там Старшего брата Вот И так они Потом Прошли кошки Собаки Там эти львы Гены И прочие жрапы Так вот Один зиг Почему-то стал Человеком Но это уже Потом А пока Еще та Очередная глупость А пока Вот что Поймите Самое главное Значит Если хотя бы Раз в год Оно Вот это Существо Промежуточное Дает Потомство Итак Я бы мог Показать Если эти Специальные Там целые схемы Время не теряю Итак Повторяем Эту цифру Подходим К истине 100 триллионов Клеток Считаем Сейчас все поймете Я говорю Это только для Несколько самых Продвинутых Я устал быть Один Три ноля Это тысяча Так Шесть нолей Миллион Девять нолей Миллиард Еще три ноля Двенадцать Триллион И вот она Цифра Сто триллионов Правильно Вот она Сто триллионов Клета Каждая Индивидуально Вот это Как бы это Чтобы Каждая Только на своем месте Больше нигде Представляете Какой сложный Организм Сто триллионов Клета Каждая Имеет свою функцию И уже Другим не будет Смотрите дальше Все они Имеют Узкую Специализацию Так На развитие Я щедро даю Не 65 миллионов А 100 миллионов Чтобы меня не упрекнули Где-то Что я это На тяжку делаю Наоборот С щедрой душой Господа Атеисты Пусть они Катаклизм Случился 100 миллионов Лет назад Они вылезли Из-под земли Зарать их Больше некому И начали Размножаться И так 100 миллионов Делим Школьное участие В школе Когда мы учились Вы помните Как нас учили Делить Считаем нули Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Итак У них Получается Что получается На Этих самых Еще раз Вот столько клеток 100 миллионов Так Вот Мы делим на Нет 100 триллионов Делим на 100 миллионов Так И что получается Это Лет Лет И получается Вот когда я вот эти 8 нолей Вот здесь уберу Смотрите Я специально подробно А то у некоторых тройка была Причем тройщики не взяты Самые глупые Наоборот Как правило Самые умные Как это Как это ни странно Так вот Отняли Что получили Внимание Каждый год Если дает Вот Землеродичка Родила Вот такого же Мышонка Вот такого же Да А в нем Должно было Прибавиться Если это Эволюция По Дарвину Должно Прибавиться Целый Миллион Клеток В год Давайте Немножко Расширим Рамки 100 миллионов Вот Каждое А с чего С какого Будуна А Ученые С чего Целый Миллион Клеток Ускоспециализированных У этой мышки И она еще Естественно Стала чуть-чуть На миллиметр Там длиннее Или выше Или толще Или лапки Чуть-чуть длиннее С какого Будуна Она же живет С себя спокойно Если мы знаем Ну ладно Я буду Лучше Себя цитировать Далее Согласно Теории эволюции То есть Постепенности Понимаете Ну Это невозможно Невозможно Ну Что Миллион Клеток Год С чего С чего Вдруг Это миллион Клеток Да еще Узко Специализированных В лапках Они одни В голове Другие В хвосте Третий Хвост Может стать Короче Длиннее С чего Вот это Самое Слабое место Вот то самое Потому что Это как раз Ничего Просто невозможно И мы сейчас Подводим дальше Согласно Теории эволюции Постепенности Если смена поколения Это раз в год А если раз в 10 лет Получаем 10 миллионов новых клеток С чего Но если бы просто делились И прибавляли вес Получили бы что Правильно Мы бы получили Вот я не художник Гигантскую землеройку То есть мышь Размером С этого Со слона С этим Мышь размером Со слона Если просто Если бы просто Допустим Прибавилась еды Они вылезли наверх Солнышко Да Вот Резвиться Ездя Бегать уже не по Подземным каналам А бегать по земле Вот уже Многие Чуть-чуть длиннее стали Получилось бы Гигантская землеройка Но получилось Что другое Вспоминаем Ладно Подойдем Сравним объем тела мышки И человека Согласитесь Что этот самый Вес Тут правильная цифра Вес 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 мышки 2 грамма Можно округлить Нуля Согласны Ну у нас 70 тысяч грамм 70 тысяч грамм У него 2 грамма Можно Не будем 70 тысяч Отнимать 2 Почитаем Что это 0 Вот Можно округлить И вот мышка Начала расти И прибавлять За каждое поколение От 1 От миллиона До 10 миллионов Узко специализированных Клеток А если рождение Вспомните уже Среднее звено Собаки Кошки Там эти Тигры Которые оказываются Наши предки Тоже Значит Они уже Пореже Плодятся То есть Уже нам 10 лет Надо И вот получается От 1 До 10 Миллионов Ладно В среднем Взяли Ладно Раз в 3 года 30 миллионов А Наверное не 30 миллионов 3 миллиона Да и мне не жалко Узкость Слушайте дальше За одно поколение Это Это при том Что под Дарвин Уже Все Новое За резким исключением Уничтожается Климатом Дальше Ниже То ли наш отец То ли старший брат Вот Почему его взяли Знаете почему Пища Говорят Такая же Как мы питались Лаками Такой довод Вот Теперь что получается Итак Есть еще такое понятие Как Мутация Споров было Миллион Так Ну Сейчас я пока Нет Давайте Что-то в пользу людей Скажу Люди настолько Гениальны Что Если бы мы были Просто животные Как нас выдали Ну Вот это Сечен Вспомните Это Рефлексия Ну То есть Вели бы себя так же Как животные Мы были бы Как животные Ну То есть Дошли до обезьян И дальше Так же Бананы ели Трались Совокуплялись И все Откуда взялась Невероятно Гениальность людей Которая До конца Не исследуется Вот Она-то Не могла развиваться Вместе Вот с этим Музгом Вот Это один пример Школьная доска Заполняется Сотнями цифр И Получается Число И берет Сек Пусть он один Такой На планете Он берет Корень седьмой степени Семь миллиардов Людей Поставить задачу Возьми В уме Извлеки корень седьмой степени Из цифр Которыми полностью Заполнишь Школьная доска Милан Вот Семь миллиардов Будет расстреляно Потому что Ни один не сможет А вот один сможет Это Говорит о том Что мы Одичавшие потомки Кроме Все прочее Это будет отдельная тема Мы потеряли Гениальность Мы потеряли У нас Мозг Пуст Абсолютно Пуст Если часть Заполнена То только Дурацкими Зубренными Никому не нужными Стихами Вот этими Вот Этими же Дебильными Школьными Программами Сотни тысяч Заставляли Учить Цифры Не цифры Уже Эти Вот Часть Большая часть Вообще Заблокирована Иногда Когда люди Падают Головой удаляются У них Иногда Гениальность Проявляется Но это Особый Случай А и у Нормальных Людей Значит Мозг Тех Которые Все-таки Прошел Этот Самый Пробой И Остальная Большая часть Мозга Наконец Заработала Это Каким Землеройкам Отнести Но это Ладно Еще один Довод Пользы Людей Совершенство Человеческого Тела Видите Вот Ну Теперь Сравните С землеройкой И вот Когда я Готовил Эту тему Так Вот Посмотрите Этих Тысячи Тысячи И никто Не вышел За эти Пределы Землеройка И через Сколько там Поколений Я сказал Миллион Да Через Миллион Поколений Через Миллион Поколений Стало Вот это Вот Чудо Видите Миллион Это немного Кстати Землеройки И вот Когда Все Эти Люди Пытались Как-то Обосновать Опровергнуть Обосновать Опровергнуть Мифы О полюсе Человека Обосновать Никто Не вышел За эти Пределы Никто Не взял Не поделил Количество Клеток Специализированных Человеке На Количество Поколений Так И ответа Откуда Вдруг Землеройка Дала Такую же Землеройку Если Она такая же Значит Откуда У нее Этот Миллион Клеток Специализированных Их и быть Не может А если Все-таки Что Получилось Есть еще Такое Понятие Как Мутация Назовем Ее Уродством Миллион Землерой Погибло Очередной Катаклизм Так Они Катаклизм Может Опять Угробили Там Их Подземные Ходы Их Они Уже Умные У них Уже Может Есть Как Назвать Кладовые А те Которые Оказались На земле Они Замерзли И только Одна Может Не Замерзла Одна Допустим Это Какой-то Ген И вдруг Она Дала Потомство А Потомство Опять Одна Какая-то Землерой С чудом Дала Там Какой-нибудь Сообщество Выжило Вот Это Называется Наша Песня Хороша Начинаю Сначала Мутация Тоже Не Проходит И Вот Я На этом Сейчас Хочу Остановиться Так Вот Здесь Большинство Лавнобелевского Холориата Верит Бога Понимаете Вот Я сейчас Еще Короче Я думаю Как Заговор Мефисопел Зачем Вот Эту Дурь Что Мы Произошли От Землероек А я Сейчас На цифрах Показал То Что Должно Появиться От Миллиона До Десяти Миллионов Клеток Сразу Во Втором Поколении А Вся Мутация Имеется Ввиду Что Вдруг Хвост Стал Длиннее Или Вдруг Глаза Стали Больше Лучше Видеть Причем Не все Сразу Нет Или Лапки Удлинились Он Смог Убежать От Другой Который Тоже Жрать Хочет Сожрет Его Вдруг У другой Землеройки Зубы Отросли Понимаете За Одно Поколение Вранье Это И Лучше Самая Мутация У людей Бывает Шесть Пальцев Знаете Да У людей Бывают Соски По всему Телу У одного Из миллионов Хвостик Бывает Видите Вот Но У его Потомства Уже Ничего Того Не будет А Нормально Новые Виды Появляются Внезапно Это Не я Придумал Это Наука Вот Понимаете Вот Землеройки Должно Быть А Она Зараза Взял Из Ничего Смотрим Дальше Куда Я вас Подводил Знаете Вот Эти Дети Вырастут Такими Пройдя Школу Нашу Такими же Циничными Как Все Это Мои Дети Я Как Смогу Их Воспитаю Но У них Многое Заложено Уже Зарази В том Числе И животные Инстинкты Тоже У них Заложены Идеология Всех Религий Нельзя Убивать Людей Всех Религий Всех В школах Должны Работать Священники Биологи Вот Биология Должен быть Раздел Должна быть История Религии Чтобы не бросались В эти Чтобы больше Не было Религиозных Войн Это Часть Истории Религиозной Войны И вообще История Происхождения Развития Религии Это Это В школах Проходить Специально И Чтобы Там Священник Не говорил Что это Самое Как из Грины Создали Человек А тут Чуть-чуть Посложнее Господа Священники Вот Чтобы Сколько Вам не поверят Школьников А чтобы Они Вот это Рассказали И еще Много Из чего Я раньше Говорил Еще буду Говорить Я сниму Отдельный Фильм Я сниму Серию Фильм Вот Для Этих Детей Смотрите Дальше В школах Должны Работать Священники Гибрологи Программа Дайте Мне Миллион Рублей Я Напишу За месяц А почему Миллион Потому что Я потеряю Этот миллион Я Зарабатываю Деньги Вот Ради Этих Детей Так Бездельники Атеисты Будут Стоять Насмерть Иначе Они Теряют Хлеб Вы знаете Сейчас Херню Намолол Вот И дальше Даже Вспоминать Не хочется То что Я в свое Время Это Принимал Как на веру Вот И вот Сейчас Это один Из моих друзей Отец Алексий Я Отец Алексий Обращаюсь К вам Благословите Отче На борьбу С невежеством Называющим Научным Атеизмом Благословите И помогайте Мне Вот А вот Это вот Научное Атеизм Есть Здесь Сидит Зал Самые Маленькие Погоны Это Докторов Наук Может быть Несколько Доцентов Затесалось Я Жалею Их Здесь Этот зал Был заснят Крупным планом Кусками Половина Спит А вторая Половина Тщательно Скрывается Спят С открытыми Глазами Это Тихий Ужас Это Собрать Со всей Земли Наверное Со всех Республик В ближнего Дальнего Зарубежья Вот Зачем Что они Слушать Что они Знают А если бы Вот здесь На трибуне Слева Стоял Я Сразу Прослались Почему Я бы Сказал так Мужики Давайте Вы прожили Прекрасную Жизнь Вы Создали Современную Науку Некоторые Разделы Науки Устарели Только Потому Что Не Было Этих Знаний И Среди Вас Не Оказалось Ни Одного Математика Это Я Говорю Лучше Ответьте По Существу Есть 10 триллионов Клеток У человека Вы Посчитали Может быть 9 триллионов Клеток Тогда Ничего Не Менеется А может Быть У тебя Крупных Таких Людей Двухметрового Роста 120 кг Может Быть У них 12 триллионов Клеток Погода Не делает А Может Быть Я Ошибаюсь Сколько Поколений Миллиона Может Быть 800 тысяч Или 2 Миллиона И При Этом Столько Этих Получается Что Где Ошибся Где Я Наврал Вот Последствую Скажите Где Здесь Ошибка Это Были Цифры Конечно Это Будет Молчание Почему Я Я Их Пожалел Если Показал Еще Десяток Фотографии Сами Тогда Я Ни При Чем Набирайте В этом Самом Яндексе Спящие Академики Все Спящие Академики Вы Видите Такое Это Есть Они Они Мешают Теперь Развиваться Науки Дальше Вот А вот Этот Человек Это Я Уже Сквозь Зубы Появились Намеки О том Что Жизнь Появилась Воде И Вода Не То Это Меня Цитируют Только Не признался В этом Что Вода Не Только Растворяет Но И Строит Вот Это Самое Есть Отдельный Фильм Есть Доказательства Того Что Еще Одно Мировое Открытие Вот Это Грязи Которая Полна Ведь Вы Знаете Нельзя Выйти Из Атеизма Тогда Получается Слипание В грязные Лужи А Вот Наша Родина Вот Знаете Кто Это Артист Играет Мефистофеля А Вот Живой Мефистофель Который Доказал Что У людей Нет Души Все Дальше Пока Про Пускай Не Могу Говорить Вот Они Миллион Клеток Вот Они Ой Какой Миллион Трион Для Чего Все Это Не Не Осознать Это Самое Вот А Чарльзу Дальвену Увидел Отличие Между Юрками Разные Формы Клюва Все Появление Чека Из Этого Доказано Из Этих Самых Вот Все Это В другой Раз В отдельном Фильме Вот Это Вот Это Вот Это Дурь Из Дури Да Я говорю Пусть бы Дети Как Версию Как Как Называется Как Гипотезу Пусть бы Они Хотя бы Сказали Дорогие Дети Вы знаете Все Таки Не хотелось Быть Грязной Лужи Вот Понятно Что Официально Считается Что Землеройка Наша Дедушка Вот Ну Все Таки Хоть бы Космические Пусть Дети Хотя бы Чуть Почувствуют Себя Немножко Пришельцами Все Высокая Раса Которая Отечеала Здесь Причем Это Действительно Так Есть Вот Последнее Поколение Людей Дебридится Иритальцами Но это Мы не будем Опять Будь Смеяться Все Это Будет Для Отдельного Фильма Ну А потом Через 100 лет Вот Меня Уже Изобразило Мне Присали Подарили Портрет Вот У меня Вот Ну Че Сейчас Скажете Зазнаюсь Не Не Зазнаюсь И Когда Будет Отдельный Фильм А Мой Брат Юрий Железов Вырежет Он Вообще Вебинар Режет На 10-20 Кусков Он Вырежет Будет Надпись Вот И там Пойдут Комментарии Там Будет Столько Грязи Так что Мне Пока Еще Это Не Светит А потом Я Сделал Отдельный Фильм Там Еще Больше Будет Грязи Почему Божественное Происхождение Это значит Нельзя Убивать Понимаете Нельзя Воровать А как Жить Когда у нас Полстраны Воруют А полстраны Работают Вы знаете Сколько Людей Участвует В этих Самых Химирических Этих Или вам Не надо Говорить В этих Пирамидах И Возьмите Сотни Сотни Интернет Магазинов Дурят Дурят Там Работают Люди Их Нанимают Им Плевать Что Они Продают Мертвые Саженцы Потому что Он вышлет Мертвый Придет Судится Бесполезно И вот Везде По каждому Разделу Везде Всюду Положи что-нибудь Через 5 минут Не найдешь Ни чемодана Ни сумочки Ни телефона Вот что нам Ну шили Все Я эту тему Заканчиваю А этот портрет Пока подождет Вот